Ужасающие некомпетентные сценаристы фанаты «Игры Престалов» подписали петицию с требованием переснять восьмой сезон. 16 мая 2019-2033. Алексей Латышев. Поклонники «Игры Престалов» создали петицию с требованием переснять последний, восьмой сезон сериала. Они остались недовольны работой сценаристов Дэвида Бенёфа и Дэбэ. У Айса, кинематографисты, по мнению фанатов, не сумели придумать достойное завершение фэнтезийной саги. На момент публикации статьи петиция собрала уже более 480 тысяч подписей, и с каждым часом их число только растет. Положительную оценку восьмому сезону дали всего лишь 42% зрителей, Причем в случае с прорывными первым и третьим сезонами этот показатель составлял 96,97% соответственно. При этом финальный сезон бьет рекорды по числу просмотров. Пятую серию посмотрели 18,4 миллиона человек. Осторожно, спойлеры. Сериал «Игра Престолов» стал, пожалуй, наиболее заметным развлекательным телепроектом последних лет. Экранизация романов Джорджа Мартина из цикла «Песнь льда и пламени» собрала армию поклонников и удерживает зрительский интерес вот уже на протяжении почти десяти лет. Фанаты игры «Престолов» ожидали, что финальный, восьмой сезон станет своеобразной вишенкой на торте. Именно в последних шести сериях должны были показать долгожданную битву между живыми и мертвыми и определить владельца вожделенного железного трона. Но, судя по всему, поклонников созданной Мартином Вселенной подвели чересчур завышенные ожидания, если судить по зрительским оценкам на портале «Rotten Tomatoes». Пока восьмой сезон самый непопулярный из всех. На момент написания статьи положительно последний сезон оценили всего лишь 42% зрителей. Для сравнения, у первого сезона этот показатель составлял 96%, а у третьего – рекордные 97%. Недовольство восьмым сезоном подтолкнуло фанатов к созданию петиций на сайте change.org с требованием его переснять. Дэвид Бенниов и Дэбэй Уайс проявили себя ужасающе некомпетентными сценаристами в случаях, когда они могут опереться на первоисточник, то есть книги, говорится в тексте петиции. Свои подписи на момент выхода материала под ней уже поставили более 4800 тысяч человек. И судя по скорости, с которой появляются новые подписанты, это число может достичь миллиона. Не пользуются популярностью финал игры «Присталлов» и у критиков, хотя они все же не так суровы в своих оценках. Согласно данным «Rotten Tomatoes», последний сезон положительно охарактеризовали 71% экспертов. Агрегатор предоставляет разные данные на основе отзывов критиков и обычных зрителей. Тем не менее и этот показатель является антирекордом. А предпоследний эпизод и вовсе получил 47% свежести, что можно считать историческим минимумом. Похожую картину можно наблюдать и на портале IMDb. Заключительный сезон пока что получает самые низкие оценки. Правда, все это не мешает сериалу устанавливать новые рекорды по количеству просмотров. Восьмой сезон смотрит значительно больше зрителей, чем любой из семи предыдущих, о чем сообщают в HBO. Пятую серию «Колокола» посмотрели 18,4 миллиона человек, и она побила рекорд, установленный третьим эпизодом того же восьмого сезона. Непроработанность персонажей ляпы. В последнем сезоне создатели игры «Присталов» приняли сразу несколько сценарных решений, которые пришлись не по душе фанатам и критикам. И если первые всегда найдут чем выразить недовольство, смерть любимого персонажа, зарождение новой любовной линии и тому подобное, то вторые выносят суждение через призму киноискусства и более осторожны в оценках. Многие эксперты остались недовольны тем, как развивается характер одной из ключевых героинь, Диэнерис Таргариен. Отличительной чертой сериала было отсутствие отделения персонажей на сугубо положительных или отрицательных. Другие критики указывают, что корень всех проблем последнего сезона кроется в спешке, с которой авторы пытаются завершить историю. Мало того, что они изменили привычный зрителю ритм повествования, сократив количество эпизодов, так еще и до отказа напичкали каждой из них событиями. Как итог, многие герои за один эпизод менялись так, как раньше не менялись за целый сезон. Первыми жертвами спешки всегда становится простота и внутренняя логика повествования. История «Игры престолов» больше не развивается согласно своей внутренней логике и ритму. Вместо этого она следует в том направлении, которое указывают у Айс и Беннер. И это плохие новости, пишет Даниэль Краузи из «Эл Финансиэра». К слову, спешкой можно объяснить и досадные ляпы. Так, в сцене пиршества на столе появился бумажный стаканчик из-под кофе, а Джей и Милан Нестер обнимают одну из героинь двумя здоровыми руками, по сюжету он лишен одной руки. По мнению некоторых обозревателей, качество сериала в целом сильно пострадало, когда он перегнал романа Мартина. Последние два сезона создавались уже не на основе книг. Писателю еще предстоит завершить заключительные части саги «Ветрозимы» и «Грёзы о весне». Если у первой книги есть все шансы оказаться на прилавках магазинов уже в этом году, то точную дату релиза последнего романа не может назвать даже сам Мартин. В результате у Айс и Беннер, конечно, получали консультации писателя, однако практически все им пришлось придумывать самостоятельно. И это сыграло с ними злую шутку. Критики полагают, что сценаристы не вполне понимают персонажи Мартина. Из-за этого трансформация характеров героев, за которой зрители наблюдали на протяжении многих лет, заканчивается сумбурно и нелогично. Герои сериала похожи на людей в темной комнате, которые судорожно пытаются найти выход из помещения и в этой суматохе сталкиваются друг с другом. «Игра престолов» заслуживает лучшего и более умного завершения, но, скорее всего, его не получат, полагает Таша Робинсон из «The Verge». Однако, разумеется, не все согласны с такой точкой зрения. Многие хоть и признают, что восьмой сезон слабее предыдущих, но все же не находят падения качества катастрофическим. Возможно, поклонники реагируют на финал так резко, поскольку последние эпизоды положили конец их собственным теориям и надеждам относительно развития сюжета. Эпизоды вроде этого, а таковых в истории телесериалов было, скажем прямо, немного, рассчитаны как на подведение итогов, так и на утоление испытываемой фанатами жажды крови. В этом плане с фанатами им вряд ли кто-либо сравнится. В облаках пыли и пламени сгинуло все, а по большей части, все нелепые теории, вокруг которых вот уже многие годы не утихают споры, полагает обозреватель.